Добрый день. Рада приветствовать всех участников нашего круглого стола, который называется «Суциокультурная реабилитация людей с инвалидностью через привлечение к творчеству». Напомню, что это мероприятие у нас проходит в рамках реализации проекта «Инклюзивная площадка. Открываем мир вместе». Он стал одним из победителей благотворительной программы «Мир новых возможностей», поддержанной по ЛГМК «Норильский МИК». Цель нашей сегодняшней встречи, в первую очередь, это обмен нашим опытом в реабилитации и социализации людей с инвалидностью именно с привлечением их к творческой деятельности. Я уверена, что все организации, которые сейчас участвуют, представители этих организаций, вносят свой посильный вклад в социализацию людей с инвалидностью и готовы поделиться тем опытом, который у них на ковке. И небольшие организационные моменты. Это регламент наших выступлений «5-7 минут». Работаем по плану, который был отправлен всем участникам. Основную часть открываю я, Рязкина Ирина Алексеевна, заведующая отделом социальной и библиографической информации Центральной городской библиотеки города Манчегорска и руководитель проекта «Инклюзивная площадка. Открываем мир вместе». Тема моего доклада «Вклад в библиотеки в социокультурную реабилитацию людей, имеющих инвалидность. Опыт работы Манчегорской центральной городской библиотеки». Центральная городская библиотека многие годы успешно работает с людьми, имеющими инвалидность. С 2014 года с целью социокультурной реабилитации и интеграции молодых людей с ограниченными возможностями реализуется программа «Мы интересны миру, мир интересен нам». Занятия этой программы направлены также на развитие опознавательной активности и духовно-нравственных качеств личности. Начиная с 2014 года интегрированные занятия в рамках этой программы проводятся ежегодно. В 2019-2020 году был реализован очередной цикл занятий «Северные соседи. Культура и традиции» по программе «Мы интересны миру, мир интересен нам». Он включил в себя занятия по следующим темам. «Культура и традиции. История. Особенности национальной кухни. Народного костюма скандинавских стран». Каждое занятие начиналось с презентации «Северной страны» и демонстрации видеороликов и мини-спектакля об обычаях и традициях. Именно в реализации этого цикла программы проявились яркие таланты волонтеров серебряного возраста. Тем самым, добавив к общим целям формирование преемственности между поколениями, волонтеры в ярких костюмах национальных разыгрывали спектакли из жизни, показывали элементы национального танца, вовлекая в него участников мероприятия, проводили обучающие лингвистические игры и творческие мастер-классы, раздавали маленькие сувениры и с приятными пожеланиями. Мероприятия в указанный период проходили на базе учреждений, работающих с людьми, имеющими инвалидность. Проведены занятия для коррекционной группы Мальчегорского политехнического колледжа, отделения дневного пребывания инвалидов, комплексного центра социального обслуживания населения воспитанников детского дома-интерната для умственно отсталых детей. В 2019 году были налажены партнерские отношения с Мальчегорской местной организацией Всероссийское общество инвалидов. Для детей с особенностями здоровья было проведено познавательное мероприятие «Норвегия – страна рекордов и праздников». На мероприятии дети познакомились с историей и народными традициями празднования Светлой Пасхи в Норвегии. Узнали, как проходит самая торжественная в году пасхальная служба, как правильно приступить к пасхальной трапезе, познакомились с древними рецептами приготовления куличей. Живой интерес у участников мероприятия вызвал мастер-класс по приготовлению и оформлению своими руками пасхальных композиций. Каждый пасхальный шедевр был по-своему красив и неповторим. Мероприятие закончилось чаепитием. Традиционно в течение 10 лет на базе Центральной городской библиотеки проводится городской конкурс творческих идей «Новогодние символы» для людей, имеющих инвалидность. Все работы участников всегда отличаются оригинальной техникой исполнения. В 2019 году это был новогодний хоровод из кружевных фруктов, овощных, конфетных, шитых из ткани, из бумаги, изготовленных из теста елочек, который восхитил не только жюри, но и гостей библиотеки. Также поразили названия елочек «Важные шишки», «Пряники удачи», «Гости из старины», «Заряжайтесь позитивом», «Ель благополучия», «Ель здоровья». Ни одна работа не оставила равнодушным гостей библиотеки, которые весь декабрь и январь наслаждались творчеством людей с инвалидностью. Стоит отметить, что успешная реализация программы «Мы интересны миру, мир интересен нам», грамотно налаженные партнерские отношения с городскими организациями и неизменный интерес целевой аудитории явились отправной точкой для разработки целого проекта, направленного на социокультурную реабилитацию людей с инвалидностью. Так, в 2021 году на базе Центральной городской библиотеки реализуется проект «Инклюзивная площадка. Открываем мир вместе». Проект предусматривает создание условий для самореализации «Развитие творческого потенциала и организации досуга людей с инвалидностью города Мончегорска». Состоит он из четырех взаимосвязанных блоков. «Инклюзивная мастерская. Простые вещи». «Фестиваль. Творческая феерия». Третий блок. Мы должны знать об этом. Состоит из цикла юридических и психологических консультаций. И четвертый блок. «Сделаем жизнь ярче», который направлен на организацию досуга людей с инвалидностью. В него входит посещение экопарка, кинотеатра, синема, поездки в снежную деревню, таинственный лес. В феврале этого года стартовал фестиваль «Творческая феерия». Открылся он выставкой картин детского дома-этерната для умственно отсталых детей. Называется выставка «Картины. Несущий свет». Эта выставка продолжит свою работу до апреля текущего года. В данный момент у нас уже состоялись поездки в снежную деревню, в таинственный лес. Планируется также проведение конкурсов и праздников. В марте начнутся у нас мастер-классы по различным видам практических компетенций и декоративно-прикладного творчества. Будут организованы творческие конкурсы и другие мероприятия, которые позволят расширить представление людей с инвалидностью о мире. Подведение итогов проекта состоится в сентябре. Именно тогда мы подведем итоги творческих конкурсов. И к этому событию будет приурочена театральная постановка, которую подготовит для нас литературный театр «Открытая книга». Чуть позже о деятельности этого театра расскажет моя коллега Татьяна Ксенофонтова. Вот так вот вкратце я обозначила тот опыт работы, который имеет Центральная городская библиотека. Сейчас я передаю слово Александре Николаевне Хановой, по инициативе которой в 2017 году в городе Кировске был организован первый семейный пункт для детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга». Коллеги, здравствуйте еще раз. Значит, да, я вот, как уже говорилось, в 2017 году стала председателем Кировского общества инвалидов. Соответственно, до того, как я стала председателем, я уже начала заниматься родителями и детьми. Это у меня еще, я так как приехала из Евпатории, и у Евпатории я уже занималась, была в правлении общественной организации родителей детей инвалидов. Соответственно, уже до этого лет пять занималась общественной деятельностью. Когда приехала на север, вот здесь и возникла идея объединить родителей города, потому что в городе родители никак не общались. Даже мне было удивительно, что единственный праздник, который проходил в городе, это Рождество один раз в год. ДК собирали детей, вручали подарки от церкви или от себя, устраивали чаепитие, потом представление, и все. Я сама приехала, так удивилась, и потом стала, я собрала всех родителей, и мы начали, приняли решение организовать семейный курс. Сначала это было просто три человека, которые приходили пить чай, общаться. Просто действительно нам, родителям, нужна была площадка, где могли бы собираться. Не всегда там даже на городе, где девять месяцев зима, понятно, что особо собираться негде, нужно где-то встречаться. Сначала было немного нас, но опять же, для того, чтобы кто-то пришел, нужно что-то сделать, чтобы приходили зачем-то, чем-то заниматься. Соответственно, я начала сама искать мастер-классы по изготовлению каких-то цветочков, чтобы родители тоже, и дети, там, трубочки к пасхе, из трубочек корзинки плести. Сама готовила материал, потом мы все вместе плели корзиночки. Начали участвовать в каких-то конкурсах, отправлять в городских, областных. После этого пришла ко мне волонтер Олеся Одинова, которая решила заниматься танцами. Соответственно, клуб уже начал расширяться. Дети стали приходить с родителями танцами заниматься, рисованием. Мамочка одна выучилась по методике правополушарного рисования уже в прошлом году. И стала у нее ребенок тоже с инвалидностью. Соответственно, она стала приходить уже обучать наших детей и родителей по этой методике. И, соответственно, на сегодняшний момент клуб – это больше 20 человек. Ну, 20 – это в среднем ходит. Так это больше 20 человек, около 30 родителей детей. И вот у нас уже и театральная студия открывается при нашем клубе. То есть мы сами шьем куклы перчаточные, также пальчиковые. Я как педагог разработала программу по занятиям. Ну, естественно, в интернете все есть. Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика. Нам волонтеры помогли привезти телевизор. Мы с телефона сразу можем передавать презентацию в игровой комнате. Оборудовали игровую. С помощью также доноров просили помочь. Нам помогали ковер, ширму сделать. На сегодняшний момент, конечно, развитие уже бурное, потому что уже и театральная студия, мы уже по группам. Старшая группа подростков, младшая группа. Один раз в неделю рисование, танцами занимаются. И, соответственно, уже приходят к нам волонтеры, о чем я всегда мечтала, чтобы... Мне тяжело самоустраивать мастер-класс. Волонтеры, которые готовы с нашими детьми готовить мастер-классы, те же самые открытки делать своими руками. Или какие-то творческие поделки, которые делают родители и дети. Ну, за это время я как председатель со своей стороны, естественно, старалась организовать поездки. Мы на базу с ночевкой ездили, на базу отдыха. Потом на собак хаски просили благотворителей, чтобы нас отвезли. Соответственно, это очень сильно сплочало. У нас уже такой вот клуб, как семья. Мы уже не только поддерживаем друг друга. Где-то кто-то занимается с детьми взаимно. Приходим. Я, например, занимаюсь с одним ребенком. Моего ребенка забираю, с ним занимаюсь. Потому что у нас среди родителей и педагоги, и психологи. Ну, то есть мы уже даже взаимопомощь друг другу оказываем, чтобы отдохнуть от своих детей немного. Ну, вот такой опыт. В принципе, все это шло по течению. Ничего, идеи приходят. И сейчас мы продолжаем участвовать в конкурсе. В прошлом году выиграли в конкурсе рукописные книги. Совместно с родителями и детьми мы написали книгу «Волшебное путешествие». Оформили ее правополушарным рисованием, вот рисунки. И заняли первое место в номинации «Семейная книга». В международных конкурсах по рисованию тоже участвовали по колесу. Соответственно, тоже есть призовые места. То есть семейный клуб, родители активно включились и стараются, работают. Также мы вместе вот сейчас отметили, 23 февраля. Я уже не участвовала в подготовке. Дошло до того, что родители все сделали сами. Раньше я все организовывала, готовила. Пришло все, сейчас приходит к тому, что родители уже так постепенно становятся частью семьи, что они уже сами говорят. Мы 23 и сами, я даже не знала, что будет, какое представление. Все сами организовали, конкурсы, подарки. Потому что первый год все это делала я. Мы наконец-то пришли к этому. Вот и все. В принципе, больше ничего сказать. Только я вас не слышу. Спасибо, Александра. Спасибо. Замечательный у вас клуб. Очень интересно, как вы добились все-таки, чтобы родители сами начали работать? Это дорогого стоит? Ну, не все родители сами. Скажем так, образовался тот костяк, 3-4 человека. Которые уже стали дать. Да, дорогого стоит. Потому что сколько я за ними бегала, сколько обзванивала, сколько каждому этот подарок принесешь, чуть ли не надо. За каждым бегаешь. Это же уже 3 года. Александра, а что повлияло тому, что они вот так вот сплотились? На что нужно обратить внимание нашим общественным организациям, чтобы у нас произошло сплочение именно людей, чтобы они начали вести себя как семья? Чем больше времени, я вот как педагог, я понимала еще как классный руководитель, когда мне было 21 год. Чем больше ты времени проводишь с детьми класса, тем сильнее и дружнее будет класс. И они будут с тобой на связи. Так же и сейчас. Чем больше мы времени проводим, бывает, я же не ограничиваю время, мы приходим, там 2,5 часа у нас работа, мы, бывает, по 5 часов сидим, бывает, до вечера. И встречаемся и общаемся помимо клуба, там, по каким-то делам. Чем больше времени проводим вместе, чем больше мероприятий, и тем больше начинается вот это сплочение и где-то взаимопомощь, да, есть у нас родители, которые там не очень, да, там, мы помогаем им, там, вот это вот даже, мы где-то находим возможность, там, волонтеров привлекаем, вот у кого-то случилась беда в семье, там, мы там, где-то там привлекаем, давайте скинемся у того. Вот именно вот в плане, мы стали, тут костяк образовался, где мы вот какой-то уборка, пришли на уборку, да, человек пять, соответственно, эти родители сейчас берут на себя какую-то функцию, я же говорю, я уже не в состоянии тянуть все, я вышла на работу в школу, соответственно, мне, они видят просто, что я уже не в состоянии, а праздника хочется, все, и вот здесь первый раз, 23-й, мы сами все сделаем. Это первый раз за сколько времени. Сами все готовили, ну, я помогала, конечно, открытки, все, ну, они просто увидели, что я физически уже не в состоянии, все. Да, ну, человеку тяжело очень заниматься всем. Кому вам слово? Спасибо большое. И об организации досуга людей с инвалидностью в рамках деятельности творческих объединений «Радуга и надежда» нам расскажет Татьяна Михайловна Пузерко, председатель Североморской городской организации Всероссийского общества инвалидов. Передаем вам слово. Всем здравствуйте, очень приятно видеть лица, с которыми уже знакомы и с новыми представителями других организаций. Ну, я немножко расскажу, а потом вот есть у меня как бы не презентация, а фото, материал. Вот, попробуем его открыть, посмотреть. Я руковожу организацией с 2006 года и пришла на пустое место совершенно. И, конечно, вот первый год, когда мы начали работу, работа велась такая, так скажем, не очень активно, и потому что не знали, в какую степень нам повернуть и чем, в общем-то, заниматься. Но со временем прошел год, и на очередном заседании правления, значит, мы пришли к выводу, что нужно будет организовать людей для творческой деятельности. И Людмила Стахнович у нас изъявила желание возглавить такие клубы, и было принято решение о том, что выйти на администрацию отдела культуры для того, чтобы они нам помогли в этом деле. Администрация нас поддержала и выделили помещение в Центре досуга молодежи, это такое в центре города, очень удобно, и остановка рядом. И в 2007, а потом в 2008 были организованы два таких больших клуба. Это клуб «Радуга» и «Надежда». «Радуга» занимаются прикладным творчеством, именно рукоделием, а «Надежда» уже была сформирована для художественной самодеятельности. Оба клуба работают в неделю практически каждый день, собираются, у них там свой график, и все вот те, которые поделки делаются в клубе прикладного творчества, они потом участвуют на выставках творчества, как у нас в Североморске, так же вот и в Колу выезжают, и как-то мы ездили даже в Полярный. Ну и художественная самодеятельность, само собой. Вот, ну так что вот эти клубы, получается, уже в течение 13 лет работают. И вот если кому интересно, сделана группа ВКонтакте, вот Людмила Стахнович ведет ее, там опубликуются все их мероприятия. Ну вот в прошлом году, вот пока сидели все на самоизоляции, велись мастер-классы и были в записи, ну тоже и в Зуме, и в Центре досуга молодежи передавались. Сначала записывались эти мастер-классы, а потом передавались, так скажем. Вот, и также художественная самодеятельность была. Участвовали в различных конкурсах, и даже вот международных, Людмила Стахнович там получила первое место какое-то за поделки там были, и из бумаги лебеди там такие собирались. Вот, то есть работа не прекращалась, велась, естественно, в маленьких группах, и все равно как бы старались, чтобы люди у нас не сидели дома впустую и были все время заняты, ну и тем не менее все равно под контролем должны быть. Потому что всем очень тяжело, конечно, приходило в прошлом году. Что я еще хочу сказать. Наша организация была трижды победителем конкурса президентских грантов, и вот 2016-2017 год у нас реализовывался проект «Школа Астра», в котором подразумевалось также были и мастер-классы, и участие в выставках творчества, и на базе организации проходили мастер-классы, проводили как и волонтеры, что-то там сами делали поделки. К 9 мая там такие брошечки там из ленточек георгиевских. Вот, потому что у нас в апреле месяце проходит День города, и такая как бы большой праздник, ярмарка, и мы даже эти брошки там продавали. В фонд организации была у нас такая копилка, небольшая. Еще, значит, по клубу «Надежда» и «Радуга», они, значит, не только там собираются и что-то там творят у себя именно, но и выезжают в школы с мастер-классами, выезжают в садики, там сценки показывают, с детьми работают, и также и мастер-классы в этих садиках проводят. То есть ведут такую вот очень активную, хотя контингент уже такой более возрастной. Молодежь у нас, так сказать, молодежь всем уже за 30, вот, потому что все, которые помладше, ну, как-то вот мы в организацию не можем никого, никакими коврижками заманить, чтобы шла к нам молодежь, чтобы для них уже делать какие-то вот такие молодежные мероприятия. Ну, грубо говоря, там дискотеку какую-то провести там или еще что-то. Контингент такой возрастной, поэтому мероприятия все, в общем-то, вот такие вот возрастные все. Слушаем, я передаю слово Татьяне Александровне Ксенофонтовой, это сотрудник Центральной городской библиотеки, которая расскажет об опыте взаимодействия библиотеки с литературным театром «Открытая книга». Здравствуйте, коллеги. Ну, сейчас я кратенько расскажу о моем опыте работы. Можно вывести презентацию, да? Да. Моя деятельность с литературным театром «Открытая книга» началась в 2015 году. Этому предшествовала история такая не совсем веселая. У нас была библиотека в городе Мальчегорске, которая непосредственно занималась обслуживанием среди тяжелого возраста и инвалидами. Но библиотека закрылась, библиотека закрылась, и на базе библиотеки сформировался от нашей сервисной организации Российского общества слепых театр, который назывался «Открытая книга». Но вот когда библиотека закрылась, не хотелось потерять тот наработанный опыт, который уже был. Люди хотели сами собираться, не хотели терять друг друга из вида. И вот мне была поставлена задача продолжить эту работу. Конечно, я была в шоке, никогда этим не занималась. Но меня очень тепло встретили в нашем обществе слепых. Наталья Филипповна Горбенко. Она рассказала, чем они занимались, какой в будущем они видят наше сотрудничество. Вот мы так накануне, как сейчас помню, лето пообщались, на лето разошлись. И уже в сентябре, в октябре встретились. И 11 декабря мы провели большой развлекательный вечер, который был в рамках декабря инвалидов. И что меня поразило, на этом вечере присутствовало порядка 60 человек. То есть я поняла, что люди действительно хотят собираться, что есть в этом большой-большой смысл. Ну, на этом вечере у нас со своей музыкальной программой выступал кор «Ветеранов войны и труда». Прямо нам такой мини-концерт показали отличный. 2015 год, если вы помните или не помните, я вам напомню, это был год литературы. И была у нас подготовлена интересная викторина на знание литературных героев, текстов, любимых книг. И там я еще увидела, что общество само по себе очень богато талантами. Люди любят и петь, и танцевать, и импровизировать. И тут же у нас собрался такой импровизированный хор, как мы его назвали, не турецкого, исполнили папури из петен 70-80-х годов. И вот тут на этом вечере состоялось такое боевое крещение. Это мое, как режиссера, первое для этого вечера мы подготовили сценку, которая называлась «Волшебная справка» о жизни современных пенсионеров. И артисты настолько перевоплотились, что присутствующие даже не поняли, кто на сцене, кто играет. Вот вы видите фотографии с того вечера. Было очень много аплодисментов, и это нас, конечно, очень-очень зарядило на будущее. Ну и конец декабря, конец года у нас вообще очень такой напряженный в театре, потому что это новогодние праздники, да, это декада инвалидов. В 2016 году в Возе вообще есть очень давняя традиция, новогодние праздники, как правило, отправляются вот старый Новый год и даже намного позднее, потому что сначала мы отправляем дома, да, хлопоты, все заняты. А на старый Новый год есть еще раз возможность собраться, пообщаться, повеселиться и продолжить новогоднее настроение. И вот в 2016 году, в середине января, мы показали тоже свой первый большой новогодний спектакль. Назывался он «Операция 2016» или «Обезьянный Новый год». И с этим спектаклем мы показали не только здесь, в Мальчегорске, мы ездили и в Ревду, и в Ольгегорск. Символ года, да, 2016 год – это год обезьяны, да, не хотела к нам никак приходить. И вот ее поимками занималась девочка-иностранка и пожилая пара – бабка и детка. Вот для поимки ловтой манки не хватало нам приманки, поэтому гости очень активно принимали участие во всем спектакле и ели бананы на скорости, собирали фруктовые корзины, рассказывали стихи, танцевали подозрегательную музыку в маскарадных костюмах. И случилось чудо, просто-то проказница к нам пришла в некий с Дедушкой Морозом, с Вегурочкой, и Дедушка Мороз всех поздравила, и особо отмечившись, наградила подарками и грамотами. И я опять увидела, что вот мы после поездки в Оленигорск и в Ревду нас более 60 человек посмотрело. То есть люди хотят встречаться, люди нас ждут, и наша работа не напрасна. Ну, 2016 год у нас был тоже очень насыщенный. В начале декабря мы ездили в город Мурманск для участия в областном КВМе, назывался он КВМ без границ, где наша команда Мончегорские очкарики заняла первое место. Алло, алло, меня слышно? Да, вас слышно. Да. Мы себя так тихо ведем просто. А то я видео не вижу, не вижу вашей реакции, коллеги. Мы вас внимательно слушаем. Ага. Ну, этому, конечно, предшествовала очень большая работа. Мы, наверное, полгода точно готовились. Придумывали название команды. Известно, да, как судно назовешь, так оно и поплывет, да. Нарисовали логотип, разработали свой у нас был. Написали сценарий, потом их все-таки обкатывали на своих родных публики. Но я считаю, что мы продемонстрировали чувство юмора и творческие способности и выступили на уровне и радовались так своей победе, что кубок привезли домой, а грамоту потеряли отчасти. И нам даже выписывали дубликат. В 2017 году у нас в «Обществе слепых» появился очень интересный цикл. Назывался он «Посиделки для души». Ну, «Посиделки» – это такой вид отдыха, когда в кругу друзей, да, можно поделиться каким-то рецептом своего коронного блюда, спит душевную песню, вспомнить любимое стихотворение, да, и просто поболтать о жизни. Вот такой формат встреч предложила Светлана Геннадьевна Мамакина. У каждой, наверное, хозяйки, чем мы с вами, женщины, да, и у них запасистый рецепт на тот случай, когда гости быстро придут, и надо что-то на скорую руку сваргать. Вот Светлана Геннадьевна представила на нас тут свой пирог, очень экономичный по денежным затратам и по расходу времени. И мы угадывали его ингредиенты, очень необычные кулинарные изделия. Потом все вместе придумывали ему название, и вот это безымянное лакомство получило название «Загадка». Ну, на этом вечере мы как театр не выступали, но костяк театра мы подготовили интересную информацию о пользе и вреде вытечки. У нас была кулинарная викторина, и тут же сформировался такой музыкальный коллектив, пели частушки, и я поняла, что первый блин у нас удался, он не был комом, и все присутствующие поддержали, что такой формат стричь мы будем продолжать. Мы озвучили, что каждый желающий на посиделках сможет в последующем представить свое кулинарное ноу-хау и дать всем продегустировать. Вообще эти мероприятия планировались не только как радость для желудка, но и на посиделках всегда найдется о чем поговорить и что обсудить. В последующем мы планировали издать книгу из рецептов блюд манчегорских очкариков и их друзей, но финансовая ситуация пока нам, к сожалению, не позволяет это сделать. Ну вот также из этого цикла у нас было еще очень одно интересное мероприятие. И тут своим рецептом делилась наша председатель Наталья Филипповна Горбенко. Она представила свое лече из кабачков. У нас была отварная картошка, такой запах, аромат нестередоваемый стоял в зале. Ну и опять у нас сформировалась вокальная группа, которые пели озорные кулинарные частушки. И тут мы уже готовились. Ну и программа мероприятия продолжила чтение воспоминаний, вошедших в книгу «Мой двор». Это народная история любимого города, написанная самими жителями города Манчегорска. И вот чтецами стали два ее автора. Это Светлана Федоровна Молчанова, вот она, и Светлана Геннадьевна Мамакина. Светлана Федоровна рассказала о Николае Александровске боксернике, этот человек, благодаря которому появилась вот эта книга. И вот так на мероприятии мы совместили и приятное, и полезное. Ну, мы стараемся, конечно, в декаде инвалидов всегда собираться, всегда встречаться. И вот еще у нас прошел один незабываемый вечер, назывался он «Невозможное, возможно», который состоялся в начале декабря. И к нам приходили гости. Это ансамбль русской песни Талиса под руководством Иеры Евгеньевны Шнайдер. Это наш городской центр культуры. Коллектив исполнил традиционные русские народники и композиции современной обработки. И пусть не все присутствующие видели красивейшие костюмы артистов, но вот сумные аплодисменты к Вики Браво и позитив от концерта все это компенсировали. Мы, как артисты из театра «Открытая книга» тоже подготовили свое творческое «Алверды». Стали всем присутствующим и на злобу дня показали тоже сценку театральную, которая называлась «Пенсия». Артисты тоже сорвали свою оглушительную порцию аплодисментов. И вот, проводя такие мероприятия, понимаешь, что они дают просто мощный жизненный творческий заряд на будущее. И действительно невозможное становится возможным. Это у нас новогодний праздник 2018 года. Называлось это представление «Однажды в Новый год». Прекрасно у нас справились с ролями Бабы-Яги и Петиморы Надежды Николаевны Павловой. Вот она на фотографии. Людмила Рахмановна Лосева. Две вредные старушки в возрасте далеко за 300 мешали празднику. Баба-Яга очень хотела заменить у нас Снегурочку, исполнять ее роль. Оказалась она продвинутым пользователем. Училась Снегуром пользоваться Чомабуком, этим ноутбуком, чтобы узнавать все последние мировые новости. Но на нечистую силу подействовало новогоднее настроение. И снег взяли, и потом они уже помогали проводить праздник. В гости вечера, напоминаю, это был год собаки. И отгадывали загадки, посвященные символу года. И пели по собачьей, тявкали, авкали и гавкали. Проверяли свой нюк с закрытыми глазами, угадывали, что лежит на тарелке, а это не всегда было съедобное. Ну и в заключении Дедушка Мороз и Снегурочка поздравили всех присутствующих и вручили активным членам общества слепых подарки. Хочу заметить, что в зале у нас присутствуют замглавы администрации Владимир Сергеевич Лизден и многие друзья общества слепых. И я хочу сказать, что надо на такие праздники приглашать администрацию. Обязательно надо. Они должны видеть, что жизнь кипит, что люди заряжены на позитив, люди хотят работать, люди хотят творить. И нас поздравляли и говорили, что с большим удовольствием приходят на наши праздники и посоветовали не снижать планку. И вот с этим новогодним спектаклем, как мы уже сами смеемся, мы совершили гастроли в поселок Ревда, где нас прямо встречали на пороге хлебом с солью. Это так было трогательно. И мы тоже показали нашу сказку и остались очень довольны. Ну вот в Гончегорском обществе слепых есть люди разных национальностей. Это и украинцы, и суваши, и армяне, и татары, и другие национальности. И вообще общество как одна большая семья. Вместе и в радости, и в горе, как говорится. А кто объединяет людей все-таки больше всего? Конечно же, праздники и неформальное общение. Мы вот опять провели очередную встречу из цикла «Посиделки для души». Но тема была заявлена «Необъятный Татарстан». Татарстан – очень интересный регион с большими традициями, культурой, национальной кухней. Гости вечера познакомились с фактами об этой удивительной республике. И узнали, как Казанское метро оказалось в виде рекордов бизнеса, как дословно переводится название города Казань. Почему при перепуте населения в 1897 году татары оказались самым грамотным народом. Много-многое другое. Но мы еще знаем, что татарский народ – очень музыкальный народ. Это в полной мере продемонстрировал у нас гости нашего мероприятия «Клуб национальных культур единства городского центра культуры». Они тоже подготовили нам концертную программу, исполняли современные зажигательные песни татарские. Ну а вторая часть мероприятия у нас была посвящена национальной кухне. Татарские семьи, хоть и березно, хранят рецепты и передают их поколение в поколение. И вот один из символов национальной кухни татарского народа – это чак-чак. И вот хозяйство этого вечера Гульнара Макеева представила нам рецепт своего домашнего чак-чака. Если вы покупали чак-чак в магазине, считайте, что вы его не пробовали вообще. Разница просто колоссальная, фабричное производство с домашним ни в какое сравнение не идет. Мы уже кушать все хотим. Да, да, да. И вот можно перечислить чуть покороче. Покороче? Мы выходим, к сожалению. Хорошо, хорошо, покороче. Ну, также в рамках декады инвалидов к Международному Дню Слепых у нас был вечер встречи тепло души храня. В зале у нас присутствовал наш мэр и глава администрации. И также у нас были гости, воспитанники детского сада номер 25. Это детки с нарушением зрения. Они нам тоже показали целый спектакль. Зайчики, ягодки, мишки, птички танцевали самоотверженно, пели, играли на музыкальных инструментах. Ну, и наш литературный театр тоже подготовился к этой встрече и представил сценку бабули-модницы, он назывался. И вот такой комедийный текст этого мини-спектакля был с очень глубоким, печальным подтекстом, да, о том, что надо чаще звонить своим родным и близким и говорить слова поддержки и любви. И в заключении наш мэр тоже нам очень сказал много приятных, приятных слов и сказал, что как хорошо, что у наших мальчегорцев есть такое общество, есть место, где люди могут собираться, вести активный образ жизни и реализовываться, ну, фактически на 100%. Ну, и 2019 год опять мы ездили на гастроли в город Киреевду, в город Альбинбург со своим спектаклем «Занимательная хрюстоматия», потому что был год снимки, да, у нас наша председатель Наталья Филипповна Горбенко сыграла в этом спектакле одну из главных ролей. Она была сказочницей по совместительству с царской няньки, да, вот для капризной царевны устраивали праздник, но все ей было не так, никто ей не подходил, вот. Вот, и сработало волшебство, нянька посоветовала батюшке-царю перевоплотиться в Деда Мороза, и произошло чудо, да, у нас произошло чудо. Сегодня праздник прошел у нас на ура, в зале тоже присутствовали представители Ревдинской администрации, они были активнейшими просто участниками, участвовали во всех конкурсах, радовались как дети. Ну, и хочу сказать, что ревдольщане нам тоже подготовили свой экспромт-сказу «Три поросенка». Ну, в 2019 году, заканчиваю, закругляюсь, мы участвовали в областном фестивале «Весна Победы», который был приурочен к юбилею Победы, да. Мы прошли наш местный, и так, материал искали очень долго, не могли ничего подходящего найти, потому что или были большие тексты, или какие-то батальные сцены, понятно, тема войны, это уже и Дед Мороз, и Снегурочка. Ну, мы нашли такой материал, переработали его, съездили в Мурманск, выступили, конечно, призового места мы не заняли, но все пошло в копилку выступлений на большой сцене, и с этой композицией мы еще раз выступали на нашем городском фестивале «Память сердца», где были тоже отмечены памятным подарком. Ну, и в заключение, в 2020 году тоже мы справляли Новый год, и у нас в Мальчегорске, и съездили и в Ревду, и в Оленеворск, тоже показали прекрасный спектакль, очень необычный, где у нас главные герои были Старуха Шипокляк и Криска Лариса. Они хотели забрать все подарки, которые приготовил Дед Мороз для членов общества, и разработали целую настоящую операцию, чтобы этот мешок умыкнуть. Дед Мороз съел у нас там волшебные были пилюли, и сообщил всем присутствующим, заснул, и потом проснулся и сказал, что Нового года не будет, что он уезжает на юг. И ушел от нас. Прайдник, казалось бы, был сорван, но нет. Деда Мороза стали активно звать, он вернулся и вернулся вот в таком виде. Вот на фотографии это видно, у нас присутствовали телевидение и переспонденты, все просто попадали. Дед Мороз у нас был солнце в защитных очках, в шлепках, в шортах, с лапками, вот. Ну, все это он сделал для того, чтобы перевоспитать Старуху Шипокляк. Старуха стала помогать проводить нам новогодний праздник, отгадывала и загадки, и участвовала в новогодней путанке. Ей вообще у нас очень понравилось, и она решила у нас остаться жить. Ну, на празднике у нас, опять же, присутствовали и представители городской администрации, волонтеры, и депутаты. И очень приятно, что такая поддержка, вот приглашаешь таких больших людей, да, а потом за чайным столом, так, про между прочим, говоришь о своих проблемах. Что бы хотелось, что надо, и вы знаете, отвлекаются и помогают. Я настоятельно вот советую привлекать администрацию, приглашать на такие праздники. И вот накануне Нового года мы съездили в Ольгингород, показали эту сказку, а уже 16 января повезли этот спектакль уже в Ревду. Это все, конечно, зависело от транспорта, потому что как автобус дадут, так мы и поедем. Но в заключение хочется сказать, что, конечно же, люди с ограниченными возможностями нуждаются в внимании, в поддержке. И вот наши актеры импературного театра имеют, конечно, возможности общаться между собой, со зрителями. Они не сидят в четырех стенах, да, когда человек лишен общения и замыкается в себе, и все успехи, которые были получены в ходе реабилитации, сходят на нет. И наши артисты уже, ну вот просто не мыслят себя, без нашего театра, без этого общения мы собираемся, мы репетируем. Конечно, 20-й год, да, перетерпнул наши многие планы, но я надеюсь, 21-й год, в конце года мы уже запланировали мероприятия, и думаю, нам удастся все воплотить в жизнь. У меня кратенько все. Спасибо, Татьяна. А я... Демонстрацию. Глеб? Да, да. А я передаю слово Анне Викторовне Прихольска. Анна Викторовна... К сожалению, не вижу я Анне Викторовну, поэтому предлагаю нам сейчас включить микрофоны и обсудить возможные вопросы, которые возникли в ходе нашей встречи. У нас слышно, друзья? Да, да, да. Ну, кого мы послушали, понятно, что ведется огромная работа, и у людей есть потребность собираться, потому что по одному сейчас не выжить. Это очень тяжело. Понятно, что сейчас экономическая ситуация тяжелая, и в плане пандемии у нас не все в порядке, но будем надеяться, что все это закончится, и мы с новыми силами, с новым зарядом будем осуществлять все наши задумки. В следующем году. Поделитесь своим опытом, каким образом вы привлекаете новых участников своих сообществ. Каким образом вы узнаете о людях, которые нуждаются в том, чтобы с ними работали? Сами приходят. Сами приходят. Ну, прикормить. Ну, прикормить, обласкать, сказать хорошие слова, как еще. Да, вот как коллега сказала Александра, Александра, да, 24 часа в сутки находиться на связи, да, люди будут видеть такую отдачу, и я думаю, будет результат. Так, а по-другому на это никак. Вот к Виктории Анатольевне вопрос. Каким образом вам, как к самому, наверное, из присутствующих молодому председателю ВОИ, с чего вы начинали? То есть, каким образом все происходило? Понятно дело, что, может быть, накапливались какие-то партнерские связи, или же уже было что-то, какие-то накопленные контакты. Вообще все с нуля, совершенно с нуля. Как только неорганизации, специальные предприниматели увидели не работу, не потянулись. Не потянулись. Сейчас, пожалуйста. Ну вот, не удалось, наверное, поговорить. Все начиналось с нуля. Сами все притянулись вокруг моей работы. И теперь очень огромный круг организаций. К сожалению, у нас сейчас какие-то перепады со смутом. Я благодарю всех, кто принял участие, кто поделился своим опытом. Желаю дальнейших свершений. И огромная благодарность, конечно, Виктории Анатольевне, которая предоставила нам выделенный канал Zoom для того, чтобы эта конференция, наш круглый стол состоялся. Спасибо большое. Всех благодарю. На этом считаю наш круглый стол завершенным. Учитывая то, что мы записывали все наши выступления, постараемся ролик выложить в ближайшее время на сайте Манчегорской ЦБС. И я разошлю ссылочки на трансляцию каждому участнику. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.